Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Ну что, повезло тебе, девушка-невеста? – усмехнулась Вика, глядя на подругу. – Скажешь тоже, рано еще поздравлять, – шутливо отмахнулась Алиса. – Я только готовлюсь к свадьбе. Мы с Ваней еще не обговаривали всех подробностей, но уже и так понятно, что не за горами тот день, когда он сделает мне предложение. Ну вот, а говоришь, рано поздравлять, чего тут сомневаться. Меня немного смущает, что я из обычной семьи. Простая девчонка со двора, можно сказать, – пожала плечами Алиса. – Иван твой, можно подумать, из сказочного королевства прибыл, – хмыкнула Вика. Подружки захихикали, беззаботно усевшись за столиком для обеденных перерывов. – Нравится тебе твоя должность? – внезапно спросила Вика. – Ну, не руководящая, конечно, но сойдет. Менеджер по продажам. Звучит даже солидно. – пожала плечами Алиса. – У меня мама с папой – простые работяги с завода. Для них любое место в офисе – уже, считай, небывалый карьерный взлет. – Да, казалось бы, чего еще желать? – снова хмыкнула Вика. – Ну, амбиции у меня никогда особо не было, – покачала головой Алиса. – В школе хорошо училась, это да. К языкам способности с детства были. Даже хотела переводчицей стать, но как-то с поступлением в НЕС не задалось. – Если подумать, у тебя жизнь как у благополучного персонажа из сериала, – скривила губы Вика. – Пожалуй, ты права, – хихикнула Алиса. – Знаешь, меня только немного смущает, что я внешне не похожа на своих родителей. Что ты имеешь в виду? Ну, там, черты лица, цвет волос, глаз, ну и все такое. В детстве надо мной постоянно подтрунивали, что я подкидыш. Да и сейчас иногда знакомые подмечают. – Забей, подруга, даже в голову не бери. С какой-то странной заинтересованностью начала переубеждать ее Вика. Пошла в кого-то из дальней родни. Так бывает, я на своих тоже не очень-то похожа. – Кстати, я так мало о тебе знаю, – задумчиво сказала Алиса. – Ничего удивительного, мы же совсем недавно познакомились. Да и рассказывать мне особо нечего. Пожаловала плечами Вика. – Ну, как недавно, как раз когда я в офис пришла, – задумчиво сказала Алиса. Она вспомнила, как попала в эту компанию еще совсем зеленая, напуганная и совершенно не понимающая, как жить в этом новом мире. Только Вика отнеслась тогда к ней по-дружески, сразу взяв новенькую Алису под крыло. – Во всей этой рабочей суете ты вроде и познакомилась с Иваном, – с загадочной улыбкой сказала Вика. – Да, как сейчас помню его очаровательную улыбку, которой он меня покорил, – томно ответила Алиса. Подруги снова захихикали. Алиса вспомнила, как впервые увидела Ивана на совещании. Такого красивого, в дорогой одежде и с безупречными манерами. Без лишних слов становилось понятно, что он из хорошей семьи, никогда не знавшей бедности. – Ты та еще скромница, – согласно кивнула Вика. – Но я держала за вас кулачки. И как видишь, все получилось. – О, наш обеденный перерыв начался. Теперь можно официально пить чай и не бояться, что нас кто-то застукает, – посмотрела на часы Алиса. – Точно, точно. Так, я тогда руки помою, а потом продолжим, – подмигнула Вика. Алиса согласно кивнула, откинувшись на спинку стула. Все складывалось более чем удачно. Настолько хорошо, что даже вызывало легкие подозрения. – Интересно, Иван и правда такой хороший? – пробормотала себе под нос Алиса. – Нет, настоящих сомнений в своем парне она не испытывала. Просто каждый раз удивлялась, что будущий жених представлял собой просто идеальное сочетание всех возможных положительных качеств. – Просто мне, наверное, повезло, – улыбнулась она. Ее взгляд лениво скользнул по столу, наткнувшись на прямоугольник мобильного телефона, оставленного подругой. – Хм, а что, если проверить Ваню? – пронеслась в голове Алисы озорная мысль. – Можно посмотреть, насколько он неверен, отправить сообщение с чужого номера и предложить свидание вслепую. – Кто откажется от свидания с красоткой, которая сама напрашивается, а? – весело пробормотала Алиса, беря в руки телефон Вики. – Конечно, на самом деле она просто хотела посмотреть, как Иван проигнорирует загадочное приглашение, а потом они вместе посмеются над этим. Недолго думая, Алиса набрала смс с игривого содержания и отправила его с номера подруги. – Дорогой мой Иван, я уверена в тебе на сто процентов, поэтому, пожалуйста, не обижайся на меня за эту маленькую шалость! – хихикнула она. Никакого злого умысла у нее действительно не было. Просто хотелось понаблюдать за изумленным лицом будущего жениха, когда он будет рассказывать ей о странном сообщении. Алиса понимала, что ни в какой ресторан Иван не пойдет и даже не захочет проверять, от кого именно пришло любовное послание. – Так, надо будет все-таки сходить туда, чтобы просто проверить, все ли идет по плану, – сказала Алиса, заблаговременно удаляя набранное сообщение с телефона подруги. – Ну как, у тебя все в порядке? – послышался голос Вики. Она вернулась обратно за столик, поставив перед Алисой исходящий паром стаканчик с кофе. – Купил в автомате, – кивнула Вика. – Спасибо, – улыбнулась Алиса. – Слушай, мне бы пораньше сегодня уйти, прикроешь? – Прикрыла бы, но я и сама хотела слинять, – покачала головой Вика. – Меня тут в ресторан пригласили. – Тебя тоже? – удивленно воскликнула Алиса. – В смысле тоже? – А, ты это я так, просто к слову. – Темнее ж подруга, – прищурилась Вика. – Да ладно ты, раз прикрывать некому, значит, просто сбежим, – самоуверенно заявила Алиса. Ей уже не терпелось встретиться с Ваней. Даже если он и правда окажется в ресторане, можно будет раскрыть свой обман и устроить романтический ужин под флером загадочной атмосферы тайного знакомства. – Надеюсь, Вика не окажется в том же ресторане, а то рядом с офисом он тут один. Если столкнемся там, будет неловко, – сказала сама себе Алиса. Только сейчас она сообразила, что Иван может обидеться на проверку, и никакого романтического ужина уже не выйдет. Самым лучшим исходом было просто никого не встретить там, а спокойно пойти домой, сделав вид, что она вообще ни при чем. – Здравствуйте, у вас забронировано? – вежливо улыбнулась хоста с именным бейджиком Екатерина. – Нет, я просто… Алиса хотела было сказать, что просто пришла посмотреть, но вдруг наткнулась взглядом на знакомую фигуру. Ее жених, Иван, сидел за столиком недалеко от входа, а вместе с ним… Сердце Алисы наполнилось горьким разочарованием. Болезненный укол ревности прошел душу насквозь, пронося отвратительное послевкусие предательства. «Этого просто не может быть!» – вымолвила побледневшими губами девушка. За тем же самым столиком, где сидел Ваня, невинно пристроилась Вика, мило улыбаясь чужому жениху. – Так вот, кто тебя пригласил в ресторан. Но как? – упавшим голосом выдохнула Алиса. – Так у вас заказан столик? – непонимающе переспросила Катя. – Нет, простите, меня, видимо, здесь не ждут. – отрицательно покачала головой Алиса. – Тогда могу предложить вам место у барной стойки. У нас еще осталась пара свободных стульев. Алиса уже не слышала суетливого щебетания девушки за регистрационной стойкой. Все ее внимание было приковано к Ивану и Вике, которые мило ворковали, явно наслаждаясь обществом друг друга. – Они же просто друзья? – жалостно подумала Алиса. – Случайно пересеклись тут и просто перекидываются парой вежливых слов. Но, судя по заискивающему блеску в глазах Вики и по хозяйски закинутой на ее плечо руке Ивана, сидели они тут и вовсе не как друзья. Алиса тяжело всхлипнула, чувствуя, как глазам подступают кипучие слезы. – Нет, нет, – шептала она, – не в силах отвернуться от разворачивающегося зрелища. Словно чтобы еще сильнее ранить ее, Вика наклонилась к Ивану и жарко поцеловала его прямо в губы, совершенно не стесняясь сидящих вокруг гостей. – Насколько же давно они вместе, чтобы не бояться выражать свои чувства прилюдно? – с отчаянием подумала Алиса. Шок ударил ее в самое солнечное сплетение. Плечи задрожали и резко перестало хватать воздуха. Алиса всхлипывала, беззвучно раскрывая губы, чтобы вдохнуть, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. – Вам плохо? Может воды? Скорую вызвать? – тут же засуетилась Екатерина. – Не нужно. Спасибо. – с трудом вымылла Алиса. – Простите, но может вам лучше пойти домой отдохнуть? – мило улыбнулась Катя. – Просто вы нарушаете уютную атмосферу ресторана и слегка беспокоите гостей. – Я беспокою? Это я-то? – Алиса почувствовала, что разочарование сменяется тяжелой, клубящейся где-то в животе злостью. – А то, что эта подстилка лобызайца с мужиком прямо посреди зала их не беспокоит? – гневно воскликнула девушка. – Что вы имеете в виду? – растерянно переспросила Катя. Но Алисе было уже не до нее. Она утерла слезы, решительно подошла к обнимающейся парочке и хлопнула ладонью по столешнице. – Алиса, ты чего? – удивленно обернулся на нее Иван. – Действительно, чего это я? – фыркнула Алиса. – Чего вы остановились? Я уже видела, как сильно вы близки. Так что не стесняйтесь, продолжайте целоваться. – Алиса, не устраивай скандал. – в полголоса сказал Иван. – За репутацию, что ли, переживаешь? – еще сильнее взъярилась она. – Не сильно-то ты думал об этом, когда целовался тут с этой… – она бросила испепеляющий взгляд на Вику, которая от всего происходящего, мягко говоря, была в шоке. – Ты все неправильно поняла, – попыталась сгладить ситуацию подруга. – Надо быть совсем слепой или глупой, чтобы понять ваши обжимания как-то по-другому, – вспыхнула Алиса. – Вы просто пара изменщиков, подлецов, сволочей. Я верила вам, думала, что мы близкие люди, а вы… Алиса задохнулась от гнева кипящего внутри. Ей было обидно, больно и очень плохо. Боевой запал схлынул на нет. И теперь Алиса мечтала провалиться под землю. Спрятаться в темном, забытом всеми уголке, только бы не видеть всего этого. – Свадьбы не будет, – прошепела она, презрительно посмотрев на Ивана. – А мы разве обсуждали ее. Издевательски изогнул бровь бывший жених. – Ну ты и сволочь, а я ведь тебе верила, – схлипнула Алиса. – И очень зря. В наше время нельзя никому доверять, – развел руками Иван. – Ты еще советы по жизни мне будешь давать, – выдохнула Алиса, поражаясь такой наглости. – Конечно, раз уж ты такая недальновидная курочка, – самодовольно кинул Иван. – Вообще-то, это не первое наше с Викой свидание. Больше тебе скажу. Мы уже довольно длительное время состоим в любовных отношениях. Дольше, чем знаем тебя. И во время наших с тобой отношений продолжали встречаться. – Не может быть, – упавшим голосом сказал Алиса. – Как ты мог скрываться все это время? – А зачем мне второй телефон, как ты думаешь? – хмыкнул Иван. – По работе. – Правильно. Вести двойную жизнь – это настоящая работа, с которой я, очевидно, неплохо справляюсь. Алиса отступила на шаг, прижав к губам ладонь. Она старалась не разрыдаться прямо тут. Сдерживала сжигающие изнутри пламя ненависти. Сами собой в голове всплыли воспоминания о том, как часто Иван разговаривал по рабочему телефону. Он всегда выходил в другую комнату, если они были вместе, а еще мог сорваться в любое время, уехав буквально после одного звонка. А я еще на шефа ворчала. Думала, это он тебя сверхурочно гоняет. Если бы знала раньше, – горько прошептала Алиса. – Одного понять не могу. В чем причина? Если вы встречались еще до моего появления, зачем было устраивать весь этот цирк с идеальным парнем и кружить мне голову? – Красоток в жизни много не бывает, – самодовольно усмехнулся Иван. – Вик, ну ты-то, неужели никакого самолюбия нет? Зачем ты ему подыгрывала? – Даже с каким-то снисхождением к бывшей подруге сказала Алиса. – Ты ничего не знаешь, дура, – прошипела в ответ Вика, явно оскорбленная таким тоном. – Зачем же вы все это сделали? Почему не жили в счастье, но без меня? Для чего придумывать все это и обманывать? – Хватит уже задавать философские вопросы. Просто пойми, что такое случается, – равнодушно отмахнулся Иван. Чувствуя, как стало пусто на душе, Алиса развернулась и побрела прочь. Спектакль был окончен, выяснять отношения не имело смысла, а значит, нужно просто пережить случившееся. – Да Ленина, пожалуйста, 85-й дом, – сказала Алиса, не глядя прыгнув в первое попавшееся такси. – Что-то случилось? – удивился водитель, рассмотрев ее заплаканное лицо. – Кое-что. – Могу чем-то помочь? – Сомневаюсь, но спасибо за попытку. – Дрогнуло уголками губ Алиса. Машина медленно тронулась, увозя ее прочь от ресторана, к дому. Хуже всего во всей этой ситуации было то, что Алиса потеряла сразу двух дорогих людей. Теперь ей даже обсудить все произошедшее было не с кем. И подруга, и парень оказались настоящими предателями, расколовшими трепетное сердце Алисы. – Доченька, это ты? – послышался с кухни мамин голос. – Я! – упавшим голосом отозвалась Алиса. Только переступив порог родительской квартиры, она почувствовала себя хоть немного в безопасности. – Мам, мне так плохо! – пожаловался Алиса, заходя на кухню. – Что случилось? – Тут же встрепенулась Софья Андреевна. – Почему мужики такие сволочи? – сквозь слезы прошептала дочь. – Неужели что-то с Иваном? – настороженным голосом отозвалась мама. Алиса даже опешила, уставившись на мать растерянным взглядом. Слезы продолжали медленно капать, но даже в таком состоянии она заметила, как побледнела мама. – Вы же не поссорились? – осторожно осведомилась Софья Андреевна. – Поссорились. – Как же так? Ну, можно же было быть тактичной. Мама осеклась, будто поймала себя на том, что чуть не сболтнула лишнего. Было видно, что она на самом деле испугалась, будто услышала страшную новость. – Что за шум, а драки нет? – весело спросил отец. Но стоило Петру Григорьевичу оказаться на кухне, как он сразу понял, что что-то неладно. – Иван, они поссорились. – по мертвевшим голосам ответила Софья Андреевна. – Не может быть. Отец укоряюще посмотрел на дочь, и Алиса снова рассмотрела уже знакомый испуг. Только на этот раз в глазах отца. – Вы чего? Это же я тут жертва! Почему вы не жалеете меня? – возмутилась Алиса. – Это все очень сложно, – взял себя в руки отец. – Ты еще молода, и не всех тонкостей жизни можешь понять. Лицо его тоже побледнело, но он хотя бы постарался сделать вид, что находится на стороне дочери. – Какие тут тонкости, папа? Он же просто изменщик! – выдохнула Алиса. – Ты уверена, что все поняла правильно? – переспросил Петр Григорьевич. – Я же не слепая. Хотя, судя по тому, как долго они крутили шашни, так самая настоящая слепая. – покачала головой Алиса. – Дочка, ты подумай, может, получится простить и помириться? – подала слабый голос мама. – Нет уж. Я пойду к себе, – бросила Алиса и тут же побежала в свою комнату. Весь мир словно повернулся против нее. Даже собственные родители отреагировали крайне странно, показав себя с не лучшей стороны. – Неужели он так приглянулся вам, как зять? Дело в деньгах? Алиса упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Она почувствовала, как против воли замыкается в себе, не в силах больше открыться ни единой душе. – Это еще что? – удивленно спросила начальница отдела кадров. – Заявление на увольнение, – мрачно ответила Алиса. – С какой стати? Не нравятся условия? – Нравятся. Просто личные обстоятельства. – Вы одна из лучших сотрудниц, если дело в зарплате или отпуске. – Простите, я просто не могу больше работать в этом коллективе, – передернула плечами Алиса. Начальница кадров насупилась, но давить больше не стала. – Хорошо, я подпишу. – Спасибо. – Искренне поблагодарила девушка. Скрываться вот так, неизвестно куда, всего за пару месяцев до свадьбы было страшновато. Но промедление с увольнением казалось невыносимой пыткой. – А можно мне без отработки, пожалуйста? – с затаенной надеждой попросила Алиса. Начальница пристально посмотрела ей в лицо, нахмурила брови. Просьба была нагловатой, но что-то она увидела в несчастных глазах Алисы и просто кивнула. – Расчет переведем на карту, больше ничем не задерживаю. – С каким-то сожалением, – сказала женщина. Алиса поблагодарила, затем вышла из кабинета и легко сбежала по лестнице. Внизу ее уже ждала заранее вызванная машина из сумки с вещами. – Куда едем? – уточнил таксист. – Тот же самый, который совсем недавно отвозил ее из ресторана. – Как-то часто мы с вами встречаемся, – неловко улыбнулась Алиса. – Надеюсь, на этот раз повод повеселее, чем в прошлый раз, – отозвался таксист. – Как сказать? Хочу уехать куда-нибудь, начать новую жизнь, где не будет воспоминаний ни о женихе, ни о подруге-предательнице, – покачала головой она. – Есть какие-то наметки по этому поводу? – Нет, никаких. Совершенно не представляю, как это сделать, – сокрушенно ответила Алиса. – Только сейчас она поняла, как глупо выглядит со своими сумками. Ведь даже толком не подумала, куда поедет в добровольное изгнание. – Ну, мы сейчас в городе. Логично было бы отправиться в деревню, – подсказал мужчина. – Точно. У меня ведь бабуля живет за городом. Давно ее не видела. Может, это как раз хороший повод навестить ее? – Звучит отлично. – Только это далековато отсюда. Пара часов езды. – Ну ничего, такая уж у меня работа. – Дружелюбно пожал плечами таксист. – Спасибо вам. – Искренне выдохнула Алиса. – Без проблем. Он завел мотор и неспешно тронулся в путь. Глядя на удаляющуюся громаду офиса, Алиса ощущала смешанный коктейль из эмоций. Не облегчение даже, а тоскливую потерянность. Будто почву выбили из-под ног и при этом ничего не предложив взамен. – Привет, ба! – как можно более бодрым голосом поздоровалась Алиса. – Ой, внучка, ты какими судьбами здесь? – тут же засуетилась Алла Олеговна. – Да вот, приехала навестить тебя. Ну и пожить немного. – смущенно ответила Алиса, обнимая бабулю. – Она действительно давно не была в деревне и сразу заметила, как постарела бабушка. – Алла Олеговна все еще была бодрячком, могла более-менее управляться по хозяйству и ухаживала за собой сама. – Ее деревенский дом мог похвастаться огородиком и даже какой-то живностью, но в целом бабушка была уже не так молода, как когда-то. – Время-то как летит. Совсем ты взрослой у меня стала, – сказала Алла Олеговна, любуясь внучкой. – Ты тоже у нас красотка, – ответила Алиса. – Надолго приехала? – Не знаю. Если не погонишь, хотела пожить несколько месяцев. – Случилось что? – Тут же обеспокоилась бабуля. – Случилось. Но пока не хочу об этом говорить, сил просто нет, – покачала головой Алиса. – Жених, – понимающе кивнула бабушка. – Да, как ты догадалась. – Только неверный мужик может так душу из молодой девки вынуть. Посмотри, одна кожа от тебя только и осталась, а внутри пусто совсем, – сочувственно произнесла Алла Олеговна. – Всегда удивлялась твоей мудрости, – совсхлепом сказала Алиса. – Ну-ну, поживешь с мое, то ж кое-чему научишься, – погладила внучку по волосам Алла Олеговна. – Ладно, давай раздевайся, нечего в дырях топтаться. Чай будем пить, сердце твое лечить. Разложив вещи, Алиса переоделась в домашнее, чувствуя, как тревога постепенно отступает. В этой избушке она снова почувствовала себя маленькой девочкой, у которых еще нет настоящих забот и поводов грустить. – Ну вот и чай поспел, – возвестила бабушка, заходя на кухню с полными кружками кипятка. По комнате тут же распространился пьянящий аромат трав и ягод. – Все излицо, натуральное, сама собирала, сушила, как всю жизнь делала. – Спасибо, – кивнула Алиса, принимая кружку. Первый же глоток окутал ее мягким теплом, окончательно прогоняя прочь все заботы. – Правда полегчало? – удивленно отметила она. – А то, верное средство. Я и отца твоего в детстве также лечила. Все хворек, как рукой снимала. Со свинки только не справилась, пришлось уж доктора вызывать. Да и то, грешу на них до сих пор. Обкололи тогда Петеньку какой-то химии. Свинка-то прошла, так ведь бесплодным остался. – В смысле бесплодным? А как же тогда я появилась? – перебила бабушку Алиса. – Ой, че милю-то? Сама не понимаю. Не то ведь совсем сказать хотела. – ответила Алла Олеговна, суетливо забегав глазами по комнате. – Ты, дур, стару-то не слушай. Не соображай уж совсем. Слова путаю. – Да ладно, ба. Расскажи уж правду, как дело было-то? – насупилась Алиса. – Вижу же, что что-то темните вы все. – Да какие тайны, внученька? Разве бабушка тебя когда-то обманывала? – замялась Алла Олеговна. – Кстати, а что у тебя с работой? Не хватится, что тебя так долго нет? – уволилась я. – ответила Алиса, с подозрением косясь на бабушку. Та явно пыталась перевести разговор со скользкой темой и использовала любые подворачивающиеся под руку вопросы. – Как уволилась? Тебе же нравилась в компании твоей. Сама по телефону мне рассказывала, как хорошо устроилась. – затороторила Алла Олеговна. – Там темная история вышла, ба. Не могу работать с такими предателями. – покачала головой Алиса. – Ты только не пытай. Вот как подсоберу тебя, так все и расскажу. А сейчас слишком больно это вспоминать. – Ну и правильно. Отдыхай спокойно. А уж я о тебе позабочусь. – сплеснула руками бабуля. – Ты не переживай. Деньги у меня на первое время есть, а потом на работу устроюсь. В деревне поди руки всегда есть куда приложить. Алиса улыбнулась, показывая, что вполне может справиться со свалившимся горем. По правде сказать, спокойствие и надежный дом были сейчас единственными лекарствами, которые могли бы помочь. Всего этого в избытке хватало в деревне. Но странная оговорка бабушки и ее дальнейшее поведение все-таки отложили в сознании Алисы, породив нехорошие подозрения. – Хорошо тут у вас. Уезжать совсем не хочется, – сказала Алиса. Она наслаждалась жизнью в любуюсь летними видами деревни. – Так и оставайся, – радостно отозвалась бабушка. Приезд внучки благотворно сказался на ее самочувствие. Забота о любимой Алисе буквально заставила Аллу Олеговну расцвести, вновь почувствовать себя нужной и важной. То, что кому-то могло показаться обременительным вызывало у нее только самые теплые чувства. И она действительно не хотела отпускать внучку обратно в город. – Я тут работу себе присмотрела. Временную, чтобы на шее у тебя не сидеть, – сказала Алиса с улыбкой. – Почтальоном. На почту в райцентре. – Это ж тебе еще добираться туда придется, – покачала головой бабушка. – Ой, ну прям. На автобусе десять минут без пересадок. Ничего страшного. Зато зарплата какая-никакая. – А справишься? – переспросила бабушка, искренне беспокоясь. – Конечно. Я и собеседование уже прошла. Завтра приступаю. – легкомысленно отмахнулась Алиса. – Вот смотри. Тут у нас корреспонденция, вот тут газеты и журналы, а это самое главное – пенсии, – показывала фронт работы новая начальница Наталья. – Будешь ходить по адресам, со списком сверяться и раздавать. Пенсию – там в бланке под роспись, место есть. Ну а с письмами совсем просто. В ящик кинешь под нужным номером – и все. Главное – ничего не перепутать, особенно с деньгами. – Считать я умею, не переживайте, – поспешила заверить Алиса. Ей уже не терпелось приступить к новым обязанностям и познакомиться с жителями небольшого городка, который считался местным райцентром. После душной работы в офисе ей было даже в радость сменить свою деятельность на что-то активное. Душа требовала постоянно оставаться в движении, ведь в противном случае ее могли нагнать мысли. Темный и глубокий, словно бездонный омут. – Точно справишься. Смотри, это очень важно. Мы на тебя рассчитываем, иначе все городские бабушки останутся без своей почты, – с беспокойством переспросила Наталья. – Не переживайте. Я хоть и молодая, но ответственная и трудолюбивая. – Не подведу вас, можете не переживать. – отрапортовала Алиса, показывая свою готовность к труду. Наталья вздохнула, протягивая ей туго набитую сумку. Алиса приняла драгоценную ношу, проверила, на месте ли лежат все необходимые бланки и отправилась в путь. – Здравствуйте, я ваш новый почтальон, – сказала она, зайдя на первый адрес. – О, какая молоденькая, не видел тебя раньше, – улыбнулся живущий в домике дедушка. – Да, я только устроилась. Первый день сегодня. Успеем еще познакомиться, – помахала рукой Алиса. Время за работой пролетело стремительно. За один день она успела обойти чуть ли не полгородка, раздав пенсии и разбросав по ящикам долгожданные письма. Удивительно было видеть, как много бумажной почты до сих пор отправляют люди друг другу. И это в век высоких технологий и широкополосного интернета. – Такс, последний адрес, – сказала Алиса, массируя уставшее плечо. – Почтовая сумка с непривычки натирала. Набитая газетами и оставшимися письмами, она весила куда больше, чем могло показаться на первый взгляд. Алиса даже успела пожалеть, что не отучилась на права и не приобрела машину, когда была возможность. – Здравствуйте, – кивнула Алиса, заметив сидящую на скамейке бабушку. – И тебе не хворать, – дружелюбно улыбнулась та в ответ. – Ты не как почтальонша новая. – Верно. Мне бы на Эдионову Жанну Аркадьевну видеть, – сказала Алиса. – Знаете такую? – Как не знать? Соседка моя с третьего этажа, – кивнула бабуля, указывая на стоящую рядом пятиэтажку. – А номер квартиры не подскажете? – Девятая. – Спасибо большое. – Ты только осторожней там. Сумки денежные, глаз не спускай, – туманно предупредила бабушка. – Почему? – удивилась Алиса. – Да шастают к Жанне какие-то, риэлторы. Все про дом вы знают. Нет ли родственников, спрашивают, не желает ли продать. Мутные личности. Ко мне тоже клини подбивали, так я их быстро отвадила. У меня племянник участковым работает, а у Жанны совсем никого. Грустно покачала головой соседка. – Меня Елена Викторовна зовут, из седьмой квартиры. Заходи, если что. – Спасибо, обязательно зайду, – кивнула Алиса. Она подобрала сумку, проверила, застегнуты ли все карманы и побрела к подъезду. Информация про риэлторов отозвалась нехорошими предчувствиями. С одной стороны, это могла оказаться просто местная байка заскучавших бабушек. С другой, оказаться в водовороте чужих криминальных проблем совсем не хотелось. Со своими бы справиться. – Жанна Аркадьевна, здравствуйте, к вам можно? – прокричала из-за двери Алиса, не добившись ответа на второй подряд стук. – Ну чё ломишься, орёшь тут? – послышался хриплый мужской голос. Дверь распахнулась, и на пороге предстал потрёпанного видотип, из-под лобья окинувший Алису злобным взглядом. – Чё надо? – хрипло переспросил незнакомец. – Пенсию для Жанны Аркадьевны принесла? – с сомнением ответила Алиса. – А, пенсию? Это хорошо. Заходь. – тип посторонился, пропуская Алису внутрь. По совету Елены Викторовны, она не убирала руку с сумки, не забывая смотреть по сторонам. – Там её комната, в дальнем конце коридора, – подсказал хриплый тип. – А вы, простите, кем ей приходитесь? – несмело улыбнулась Алиса. – Я-то Сергей, постоялец. – Приятно познакомиться. А я Алиса, новый почтальон. – Хорошенькая, заходи почаще, почтальон, – хмыкнул Сергей. Алиса поёжилась под его сальным взглядом. Затем всё же прошла внутрь и оказалась в комнате бабушки. – Здравствуйте, Жанна Аркадьевна! – Ой, здравствуй! – пугливо отозвалась та. С первого взгляда на зашуганную женщину стало понятно, что рассказ Елены Викторовны был не просто байкой. Жанна Аркадьевна явно находилась под влиянием каких-то постояльцев, которые приходились ей то ли сожителями, то ли действительно подрабатывали риэлторами. – У вас всё хорошо? – осторожно спросил у гостя. – Да всё нормально у неё, не переживай! – вклинился в разговор Сергей, внимательно наблюдая за передачей денег. Судя по голосам из соседней комнаты, он проживал тут не один. Может быть, поэтому Жанна Аркадьевна лишь грустно кивнула, практически не проронив ни слова. – Спасибо, что зашла, дочка! – тихо сказала она. К деньгам Жанна Аркадьевна даже не прикоснулась, время от времени поглядывая на замершего в дверях Сергея. – Может, вам чем-то помочь? – с намёком спросила Алиса. – Да нет, всё в порядке, – прошептала Жанна Аркадьевна. Гостья внимательно посмотрела в глаза бабули, безошибочно прочитав в них молчаливую мольбу. – Ты не переживай, почтальон, мы ж внуки её практически родные, – осклагался Сергей. – Заботимся о бабушке, продукты покупаем, по счетам платим, всё чин-чинарём. – Вы же сказали, что постояльцами тут значитесь, – с подозрением переспросила Алиса, почувствовав неприкрытую ложь. – Постояльцы, внуки, какая разница? Бабушка под присмотром, всё хорошо. И проблем никаких, да, бабжан? – Да, – тихо подтвердила бабуля, боясь поднять глаза на Сергея. – Вот и ладненько, пора тебе уже, почтальон, – хрипло сказал мужчина, указывая на дверь. Алиса не стала спорить, молча покинув комнату. Уходя, она краем глаза заметила, как Сергей подхватил всю принесённую пенсию и небрежно сунул её в карман брюк. Всё окончательно встало на свои места. Внуки, кем бы они ни являлись, на самом деле просто паразитировали на пожилой женщине, пользуясь её беззащитностью и, по-видимому, решив загробастать себе единственное имущество – квартиру. – До свидания, – бросила через плечо Алиса. – До свидания, – послышался ей вслед печальный голос Жанны Аркадьевны. Пожилая женщина никак не могла повлиять на ситуацию. Она просто не могла защититься, попав в ловушку злоумышленников. Алиса почувствовала, как растёт внутри злость, но пока ещё не знала, каким именно образом обратить её на правое дело. «Ничего, я ещё разберусь с вами, внучки», – сквозь зубы сказала она. Перед её мысленным взором всё ещё стояла картина немой мольбы, увиденной в глазах Жанны Аркадьевны. Конечно, можно было просто уйти, не впутываясь в чужие проблемы. Но слишком уж несправедливо обошлась жизнь с самой Алисой, чтобы позволять нападать ещё и на беззащитных бабушек. «Здравствуйте, Елена Викторовна», – поздоровалась Алиса. Знакомая бабулька, так же, как и несколько дней назад, сидела на лавочке, внимательно следя за тем, что происходит во дворе. «Зачистил ты к нам? Опять, что ли, почта?» – отозвалась Елена Викторовна. «Да, снова к соседке вашу газетку занести», – пожала плечами Алиса. «Не знаете, дома она?» «А где же ей ещё быть?» – кивнула Елена Викторовна. «Постояльцы её, похоже, не выпускают никуда. Раньше хоть со мной поболтать выходила, а теперь вот, одна кукую». «Ничего, разберёмся», – насупилась Алиса. «Смотри, голубка, как бы беду на свою голову не накликать», – предупредила Елена Викторовна. «Кстати, об этом», – вдруг вспомнила Алиса их прошлый разговор. «Вы не дадите номер своего племянника? Он же у вас участковый?» «Дам, конечно. Только Жанка заявление писать не будет. Боится. Я уж предлагал ей помощь. Отказывается?» «Ничего, я сама вызову». «Да ради бога. Вот, его Виктор зовут». Протянула свой мобильный телефон Елена Викторовна. Алиса записала номер и тут же набрала его. «Алло?» – раздалось на том конце провода после короткого ожидания. «Виктор, здравствуйте. Это новый почтальон Алиса Ершова. У меня к вам такое дело, деликатное, по поводу постояльцев Жанны Аркадьевны». «Я вас слушаю», – снова раздался внимательный голос Виктора. «Спасибо, доченька. Если бы не ты, совсем бы пропала», – тепло поблагодарила Жанна Аркадьевна. «Нужно было вам самой заявление написать. Давно бы уже в безопасности были», – с легким укором сказала Алиса. «Так ведь страшно было. Они угрожали. Да и шум поднимать не хотелось. Я же сама их в дом пустила-то поначалу. Кто же знал, что они мошенниками окажутся?» «Да уж, надо было давно за них взяться», – немного виновата произнес Виктор. «Тетя Лена как-то упоминала, но кроме нее никаких сигналов не было». «И что в итоге? Внучков теперь отвадят от Жанны Аркадьевны?» – спросила Алиса, обращаясь к участковому. «Конечно. Они действительно оказались черными риэлторами. Давно промышляют подобным. Только и живут, что на деньги с проданных квартир. Также подселялись под видом картирантов, а потом под давлением заставляли старичков на них недвижимость переписывать». «Что же потом-то с ними становилось?» – понизив голос, спросила Алиса. Виктор покосился на Жанну Аркадьевну, затем перевел взгляд на Алису и покачал головой. Участковый не захотел расстраивать бабушку. Но и без лишних слов стало ясно, что ничего хорошего с пенсионерами не происходило в дальнейшем. «Господи!» – перекрестилась Жанна Аркадьевна. «Сама ведь дура в дом пустила!» «Ничего страшного. Главное, что мы вовремя успели, и теперь вы в безопасности. Молодчики эти, Сергей и компания, арестованы и понесут заслуженное наказание». Алиса буквально засмотрелась на бравого участкового, уже в который раз поймав себя на мысли, что он очень сильно ей нравится. Она еще не до конца отошла после предательства Ивана, но те несколько дней, что они провели с Виктором, что-то перевернули в ее душе. Охота на аферистов сблизила молодых людей. Они подружились и стали довольно неплохо общаться. «Ну что, пойдем, оставим Жанну Аркадьевну в ее владениях», – сказал Виктор, поймав на себе взгляд девушки. «Давай, кофе хоть тебя угощу, а то опять поди не ел». Молодые люди попрощались с хозяйкой, а затем направились в ближайшую и чуть ли не единственную кофейню, имеющуюся на территории райцентра. «Ловк ты их», – благодарно сказала Алиса. «Как вспомню немую мольбу в глазах Жанны Аркадьевны, аж мурашки по спине бегут». «Да все просто на самом деле было. По нескольким базам пробить, соединить между собой в одно целое, ну и...» «Но в целом, да. Хвали меня, я молодец», – шутливо задрал нос Виктор. «Глядя на него, Алиса рассмеялась. Этот молодой парень все больше нравился ей. Вместе им было хорошо, легко, всегда весело общаться. О какой бы то ни было любви говорить еще было рано, но взаимная симпатия весьма заметно витала вокруг них в воздухе. «Блин, прости, придется тебя покинуть», – с сожалением сказала Алиса. «Я раззява, забыла сумку у Жанны Аркадьевны». «Да потом заберешь», – легкомысленно отмахнулся Виктор. «А, если меня Натали без сумки увидит, такой скандал на работе закатит. Мама, не горюй», – сделала страшное лицо Алиса. «Ну ладно, беги. Завтра тогда встретимся, если не занята будешь», – сказал Виктор с улыбкой. «Пока». До конца рабочего дня Алисе нужно было зайти еще в пару мест. Поэтому она поспешила вернуться к спасенной бабуле. Быстро вбежав на нужный этаж, она постучалась. «Жанна Аркадьевна, это я. Сумочку вас забыла», – крикнула Алиса. «Да-да, я уж заметила, дочка. Вот она», – указала рукой Жанна Аркадьевна. «Спасибо». Алиса подошла к тумбочке, на которой покоилась ее торба, и привычным уже движением перекинула ремень через плечо. «Ого, а это кто?» – переспросила она, глядя на фотографию. Изрядно потускневший, но все еще хранящий остатки цветов, запечатлел молодую девушку, как две капли воды, похожую на саму Алису. «Это доченька моя», – шмыгнув носом, ответила Жанна Аркадьевна. «Так у вас все-таки есть родственники?» «Да, но она пропала несколько лет назад. Никак связаться с ней не могу. Уехала моя голубка в большой город, да так и не вернулась. Уж и не знаю, где ее судьбинушка мотает», – грустно сказала Жанна Аркадьевна. Последнее, что слышала, сошлась она с каким-то бизнесменом. А после того ни слуху от нее, ни духу. «Можно поближе посмотреть?» – попросила Алиса, потянувшись к снимку. Поднеся фотографию поближе к глазам, она убедилась, что дочь Жанны Аркадьевны действительно очень похожа на нее саму. Совпадение было настолько странным, что Алисе стало даже немного не по себе. «А почему она…» «Не знаю», – тут же подхватила речь Жанна Аркадьевна. «Я уж тоже приметила, что вы как отражение похожи. В первый раз не сказала ничего, потому что эти внучки рядом были. А уж потом поняла, что ты и доченька моя разные люди. «Но как такое сходство вообще возможно?» – непонимающе тряхнула головой девушка. «Может, ты мой ангел-хранитель?» – просто пожала плечами Жанна Аркадьевна. «Да уж, тот еще ангелок», – проворчала Алиса. Спорить с расчувствовавшейся Жанной Аркадьевной было глупо. Пускай себе пребывает в своих странных фантазиях. А вот слова собственной бабушки о бесплодии отца как не кстати всплыли из памяти, странным образом кольнув душу сомнениями. «Знаете, а не могла ваша дочь, ну, допустим, родить от того бизнесмена?» – как бы невзначай спросила Алиса. «Может, и могла. Я же говорю, очень давно ее не видела», – развела руками Жанна Аркадьевна. «Мой отец, как оказалось, был бездетным, да и не похожий я на них совсем», – задумчиво протянула девушка. «И что это может значить?» – переспросила Жанна Аркадьевна. «Да так, ничего, просто мои соображения», – улыбнулась Алиса. Она решила пока не беспокоить Жанна Аркадьевну своими догадками, решив дать потенциальной родственнице немного времени, чтобы прийти в себя после прошлого приключения. «До свидания», – сказала она, быстро подхватив сумку и направившись во своясе. «Вить, привет. Я поехала в город», – сказала Алиса, дождавшись, пока участковый поднимет трубку. «Чего это вдруг?» – недоуменно отозвался он. «У Натальи отпуск за свой счет взяла. Нужно с родителями поговорить, кое-что обсудить. Могу чем-то помочь?» «Не знаю. Кажется, меня удочерили в младенчестве, а дочка Жанны Аркадьевны приходится мне биологической матерью». «Ого, вот это поворот», – присвистнул участковый. «Я тоже в шоке, поэтому хочу все выяснить», – в тон ему ответила Алиса. «Давай, будем на связи. Пока». «Пока», – отозвался Виктор, тоже кладя трубку. Странная, суетная, как ураган, девушка снова заставила его нахмуриться. Алиса была той самой особой, которая могла с первой улыбки запасть в сердце, а потом раз за разом переворачивать душу по щелчку пальца. Если бы не ее благородное сердце, Виктор никогда не стал бы связываться с такой смутьянкой. Но история со спасением Жанны Аркадьевны на самом деле сблизила их, заставив парня чувствовать настоящую симпатию. «Только глупости не натвори», – сказал Виктор, мысленно обращаясь к подруге. «Видимо, все-таки натворила», – покачал головой участковый, в сотый раз за день посмотрев на экран телефона. Пошел уже третий день с отъезда Алисы, а от нее – ни единой весточки. Не то чтобы они договаривались каждый день созваниваться, но на душе у него было как-то неспокойно. А Виктор привык доверять интуиции. Что-то тут явно неладно. Виктор остановил служебный автомобиль около дома Аллы Олеговны, поправил форменную куртку и вышел из салона. «Здравствуй, Витя», – горестно выдохнула женщина, едва заведев участкового на пороге. «Что-то с Алисой?» Тут же догадался о причинах грусти Виктор. «Пропала наша голубка. Даже не знаем, куда запропастилась». «Как пропала?» – обеспокоенно переспросил он. «Поехала с родителями повидаться. Они говорят, от них ушла. Из подъезда вышла и пропала. Я уже созванивалась с ними. Так ни мать, ни отец ничего не знают». «Да что ж такое, нельзя было ее одну отпускать», – сказал Виктор, стукнув кулаком по столу. Только сейчас он осознал, что симпатия, теплящаяся в душе, давно стала полноценной влюбленностью. Уехавшая в город Алиса куда сильнее запала ему в душу, чем можно было представить. Теперь он переживал из-за ее пропажи не только как полицейский, но и как влюбленный мужчина. «Нужно ее найти», – безапелляционно заявил Виктор, решительно направляясь на улицу. «Так ищут уже. Родители ее заявление написали», – крикнула ему вслед Талла Олеговна. «Да знаю я, как органы на самом деле работают», – грустно поморщился парень. «Здравствуйте, а мы уже все рассказали вроде», – сказал Петр Григорьевич, завидев мужчину в форме полицейского. «Добрый день». «Да нет, видимо, не все», – покачал головой Виктор, заходя в квартиру. «В каком смысле?» – тут же поджал губы Петр. «Что вы рассказали Алисе, когда она спросила про удочерение?» «Откуда вы знаете?» – вмешалась в разговор Софья Андреевна. «Работа такая», – уморочно хмыкнул Виктор. «Давайте так. Вы просто мне все рассказываете, а я сделаю все, что в моих силах для поиска вашей дочери». «Мы очень любили Алису», – нахмурилась Софья Андреевна. «И именно поэтому вы должны все рассказать», – в тон ей ответил Виктор. «Хорошо», – тяжело вздохнул Петр Григорьевич. «Много лет назад мы удочерили девочку, Алису, мать которой умерла во время родов. У меня в больнице работал знакомый врач, так вот он и посоветовал. Ее все равно должны были в детдом передать, так мы просто успели раньше оформить опеку и сразу же забрали ее себе». «А почему родной отец Алисы не позаботился о ней?», – уточнил Виктор. «Он был вынужден уехать за границу. Подошла поближе к мужу Софья Андреевна. Время такое было. Бизнесмены боялись преследования и часто проводили время за рубежом». «Мы просто хотели как лучше. Дать оставленной девочке шанс на нормальную семью, раз уж Бог самим деток не дал», – развел руками Петр. «Я сам зачать не мог. Свинкой в детстве переболел, вот и получил какие-то осложнения». «Понятно. Это уже немало объясняет», – кивнул Виктор. Попрощавшись с родителями Алисы, он вышел в подъезд, погруженный в собственные мысли. «Девушка пропала сразу после вскрытия правды о ее удочерении. А еще где-то на горизонте нарисовался загадочный отец-бизнесмен. Все это было совершенно точно связано между собой. Осталось только выяснить, как именно». «Кость, ну что там по моему запросу?», – сказал в трубку Виктор, набрав номер знакомого аналитика. «Данных маловато, но в целом я кое-что нарыл», – меланхолично отозвался товарищ. «Выкладывай». «Отец твоей подопечной, Алиса Которая, все еще жив. На самом деле он миллионер, успешный бизнесмен и до недавнего времени чувствовал себя просто прекрасно». «До недавнего?», – уточнил Виктор. «А, авария, несколько месяцев назад. Михаил Максимович, так зовут миллионера, остался жив, но теперь передвигается на инвалидной коляске и нуждается в постоянном присмотре». «Так денег много, нанял бы сиделку», – хмыкнул Виктор. «Тут имеет место душевная тоска. Человек совсем потерял тягу к жизни, оттого и зачах совсем». «Новых детей, кроме Алисы, бизнесмен наш не нажил?» – перешел к самому главному вопросу Виктор. «А как же, еще как. Не родных, правда?», – понятливо поддакнул Костя. «Пасынок. Правда, отношения у них не ладятся. И Михаил Максимович даже подозревает его в покушении на себя. Мол, дорогой прием уж аварию подстроил, чтобы наследство загробастать». «Неужели этот паренек настолько коварен?» – спросил Виктор, чувствуя, что нащупал нужную ниточку. «Более чем. Почитав его досье, я вполне готов поверить, что он ради денег не то что отчима. Маму родную на тот свет отправит», – отозвался Константин. «Ладно, не там я. Как зовут-то пасынка?» «Иван». «Рыбаков Иван Константинович», – отчеканил Костя. «И угадаешь, что самое странное во всей этой ситуации?» «То, что он недавно должен был жениться на Алисе», – обеспокоенным голосом произнес Виктор. «Ну вот, так неинтересно. Ты и сам, похоже, все знаешь». Сделанный обидой буркнул Костя. «Выходит, он специально приехал в страну и морочил девчонке голову, чтобы избавиться от конкурента на наследство отчима?» Не обратив внимания на кривление приятеля, пробормотал Виктор. «Выходит, что так». А Алиса – прямая наследница всех миллионов Михаила Максимовича и, по сути, единственная мишень психопата Ванечки. «Бинго», – возвестил Костя. «Девушка и правда в опасности. Так что ты и поторопись ее спасти. Хочу еще погулять на вашей свадьбе». «Кость, ну не до шуток сейчас», – поморщился Витя. «Лучше отследи сигнал ее мобильного». «Уже! Адрес последнего места пребывания скинул тебе на почту. И не забудь, когда спасешь красавицу про приглашение на торжество». Костя отключился, а Виктор принялся лихорадочно водить пальцами по экрану смартфона, выискивая на карте города нужный дом. «Ну, привет, участковый!» – оскалился в хищной улыбке Иван. «Не дури. Дом окружен полицией. Я все права знаю и пришел не один», – сказал Виктор. «А если я просто убью твою куколку?» – облизнул Иван пересохшие губы. Алиса сидела совсем рядом, связанная с кляпом во рту. Впрочем, девушка не выказывала признаков страха, лишь презрительно косилась на своего бывшего жениха, а на словах об убийстве даже фыркнула. «Не думаю, что таким образом ты облегчишь себе судьбу», – покачал головой Виктор. «Сдавайся. Я обещаю, тебе скостят срок за добровольное сотрудничество». «Вы, полицейские, всегда любите рассказывать сказки про снижение срока», – недоверчиво поморщился Иван. «Слово даю. Если сейчас сдашься, отделаешься не так тяжело, как если произойдет полноценный штурм». «Ладно, хватит уже цирк устраивать, мы сдаемся», – вышла из соседней комнаты Вика, подняв перед собой раскрытые ладони. «Мудрое решение», – кивнул участковый. Увидев любовницу, Иван понурился, поняв, что на этот раз игра получилась не в его пользу. «Ну и стоило оно того», – грозно проворчала Алиса, когда ее рот освободили от кляпа. Ворвавшиеся в дом оперативники уже защелкивали наручники на запястьях подельников, не оставив тем ни шанса на побег. «Конечно, тебе легко говорить, теперь ты богатая дочка миллионера», – с ненавистью выдохнул Иван. «Дались мне ваши деньги, думаешь, только в них счастье?» – презрительно сплюнула девушка, растирая запястье. «Правильно, это вам, беднякам, хорошо, когда резко богатеете. А представляешь, каково это, считать копейки, когда привык тратить тысячами. Я просто хотел получить свое и жить по-человечески, а получилось?» – договорить горе похитителю не дали. Оперативники подняли парочку злоумышленников на ноги, а затем повели к служебной машине. «Спасибо, что спас», – с искренней благодарностью сказала Алиса, проводив их взглядом. Теперь, когда предателей не было рядом, она могла больше не делать вид, что совсем не испугалась. «Я так переживал за тебя», – выдохнул Виктор, заключив ее в объятия. Алиса почувствовала, как колотится сердце. Только теперь, оказавшись рядом с любимым, она чувствовала себя в безопасности. Произошедшее злоключение окончательно убедило ее в том, что их чувства совитий совершенно взаимны и гораздо больше, чем простая симпатия. Теперь, оказавшись наконец в его объятиях, она совершенно точно была готова перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа. «Мы уже думали, что больше не увидим тебя», – всплакнула Софья Андреевна. «Прости нас, дочка. Мы должны были тебя защитить», – присоединился к жене Петр Григорьевич. «Да ничего, все в порядке», – тихо ответила Алиса, обнимая родителей. «Никуда я от вас не денусь. Вы же воспитали меня и были всегда рядом. Хоть я и нашла свою родную бабушку, которую попутно спасла от черных риэлторов». «Ну, ты уже вышла замуж за хорошего парня, так что нам не привыкать», – шутливо отозвался Петр Григорьевич. Практически сразу после урегулирования дел с наследством, Алиса и Виктор решили пожениться, чтобы уже больше никогда не расставаться. «Кстати, как там Михаил Максимович?» – спросила Софья Андреевна. «Все хорошо, идет на поправку после операции», – улыбнулась Алиса. Оказывается, это Иван скрывал от него рекомендации врачей. Специалисты давно уже предлагали сделать Михаилу операцию, а пасынок мешал. «Так что ждите в гости заграничного миллионера. Он тоже хочет с вами познакомиться, посмотреть, кто вырастил его дочку». «Конечно, пусть приезжает, мы только рады», – ответил Петр Григорьевич. «Примем в самом лучшем виде. Квартирка тесновата, но место всем найдется». «Не надо никому тесниться. Все вместе соберемся у нас с Витей, и там на природе спокойно все пообщаемся». «А где это у вас с Витей?» – удивленно изогнула бровь Софья Андреевна. «А, вы же не знаете. Михаил решил принять самое прямое участие в жизни нашей семьи и отремонтировал дом бабушки. А еще, в качестве свадебного подарка купил нам с Витей ферму и помог организовать управление. Так что мы теперь землевладельцы. Придется теперь еще раз праздновать свадьбу, чтобы уж точно все родственники могли на ней погулять», – задорно сказала Алиса. «Ну ничего себе!» – в один голос воскликнули родители. «Конечно, отпразднуем. Такой пир закатим, на зависть всем соседям», – поддержал дочь Петр Григорьевич. «Только мне спиртное теперь нельзя, временно», – тихо сказала Алиса, положив руку на живот. «Неужели ты хочешь сказать, что у нас будет внук?» – с затаенной надеждой спросила Софья Андреевна. «Да!» – зажмурив глаза, счастливо выдохнула Алиса. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилась история, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Спасибо и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok